ответы на вопросы писать это долго смогу ли она найти работу нельзя америка это страна закону всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life it's my life сегодня будет влог про uber конкретно ответы на вопросы конкретно ответы на вопросы одного подписчика он писал во вконтакте задавал вопросы я начал ему отвечать но я больше предпочитаю либо телефонные разговоры какие-то интернет-соединения или вот так вот влог рассказать нежели писать потому что писать это долго писать это очень много времени отнимает пока все буквы напишешь пока все слова блин это это долго потому что ну проще сказать чем популярно объяснить как говорится на бумаге и поэтому мы писали списались я понял что ну человеку надо подробно рассказывать потому что как мне показалось он владеет информацией славы поэтому мы сейчас вот маришка зачитает пока мы едем прямо вот те вопросы которые от него пришли всю нашу переписку исключая мои ответы а потом я подробно все отвечу и это будет интересно и этому человеку и многим другим кто этим интересуется да наверное проще писать ничего страшного у меня простой вопрос такой не стандартный получилось так что хочу прилететь на работу первый раз по турвизе виза первый раз на 45 дней все затраты сумме получаются 1700 смогу ли я наркот найти работу второй и за 35 40 дней сколько я смогу заработать чтобы вернуться обратно сделать визу и снова второй просто в жизни так случилось и смогу ли я работать по рб водительским вот куда это наверно водительского удостоверения в убери просто кому не писал всем безразлично и как поступить с жильем и связью по прилету давай вот на этом остановимся значит первый получается сформулированный вопрос это прилетает расходы 1700 по турвизе на 30 на 40 на 40 работать рабу и рассчитывает 35 40 значит расходы 1700 турвиза до турвиза человек хочет поработать в месяц 40 дней интересуют вопросы по жилью сколько смогу заработать подключение телефон значит давайте начнем с самого простого на сегодняшний день т мобайл предлагает тарифный план для тех кто прилетел вернее ну появился показался приехал ну прилетают в америку наверно хотя можно приехать в общем для тех кто находится в америке с турвизой он может у оператора т мобайл подключиться по специальному тарифному плану который включает в себя полный безлимит то есть вполне некуда это абсолютно безлимитные звонки и текстовые сообщения это вообще в принципе у всех людей всегда и плюс к этому полный безлимитный интернет и все это удовольствие будет стоить именно для владельцев турвизы по моему 45 долларов или 50 ну в общем вот в таких пределах есть жилье значит чтобы снять жилье в америке на 30 дней вы однозначно чисто под себя апартаменты не снимите но только если каким-то частным образом и за дурные большие деньги это вам не этого у вас я так понимаю нет поэтому на 30 дней это либо может быть либо хостел либо это может быть дешевый отель хостел я не знаю сколько стоит дешевый отель это 6 потом 8 и всякие очень много их маленьких недорогих они будут стоить скажем так от 50 до 100 долларов в день минимально самая такая оптимальная сумма 70 80 это вы найдете однозначно там будет интернет там будет микроволновка там возможно будет холодильник там возможно будет бассейн телевизор сменное белье в общем полный фарш давай а я как я раньше говорил что я постоянно просматриваю мамочки в лос-анджелесе русское русскоговоря русская коммунити очень часто но это нужно смотреть как бы сегодня на сегодня да там вот за месяц пишут такие объявления что стан допустим ливинг на какой-то период на какой-то там на месяц даю там комнату на месяц даю место в комнате там или от вами или даже бывает люди уезжают сдают полностью на весь на два апартамента еще хочет как можно меньше вложить как можно больше заработать точнее потратить поэтому наша цель мне и даже вместо комнате стоит что вот румейт уехал допустим в отпуск и домой там еще куда-то на месяц дается место комнате это будет стоить дешево но недорого поэтому однозначно искать надо вот через всякие группы конечно конечно я вот об этом и говорю что надо подписаться на всевозможные группы в соцсетях я не знаю может быть самое главное это даже будет фейсбук вконтакте потом что там еще короче мы мало в них так скажем сидим основная в общем мне кажется мне кажется фейсбук это самое такое будет оптимальное место где можно искать задавать вот такие всяк всевозможные запросы там про жилье разные комбинации слов выбирать плюс как маришка говорит подписаться на эти группы но это все надо можно и даже нужно делать заранее чтобы схватить еще хочу сказать кажется не по теме но нужно участвовать в таких группах как и мамочки в росс-ан-джелесе и девичник в росс-ан-джелесе да это не важно информация там не только как вы собрались манки обсуждают на каком пляже мы там сегодня встретимся там и продают какие-то вещи и обмениваются и там и работу могут всякую пригласить и прочее где можно поучаствовать с русскоговорящими то мне кажется все полезно и теперь переходим к самому главному вопросу в серии этих вопросов это типа работы работа сколько я смогу заработать нет подожди опять на вот этот вопрос может ли он работать в убери по водительским правом окей это короткий будет ответ это два там будут еще дальше вопросы и супером связанные я буду рассказывать просто значит берем сразу вопрос касающийся работы вы приезжаете по турвизе и вам работать нельзя вы приезжаете сюда туристом туристить смотреть смотреть всякие замечательности примечательности наслаждаться отдыхом и прочие дела и поэтому вам не просто работать неофициально работать нельзя вы получаете получаетесь в этом плане вне закона мы не можем и не хотим потому что это это получается незаконно и мы не хотим показаться здесь какими-то занудами снобами типа или прочее или прочее но америка эта страна законов и мы не хотим чтобы у вас возникли трудности из-за того что вы как-то неправильно поняли наши слова или мы где-то чего-то не досказали или пересказали поэтому вот ответ однозначный турвиза работа незаконно отсюда вытекает убер это опять же работа в убере работать по водительским удостоверением по водительскому удостоверению с беларуси россии казахстана и любой другой страны по советского пространства нельзя нельзя я просто буду дальше еще объяснять ну мы же общаемся с нашими людьми поэтому для них и перечисляем вот то есть для того чтобы работать в убер вам надо обязательно иметь драйвер-лайсенс мало того что американский он должен быть наверное скажем так получен в том штате в котором вы собираетесь работать потому что убер привязывает к работе по штату и если например вот я работая сейчас в калифорнии в убере имею удостоверение водительское которое получил в калифорнии переезжая например в неваду я должен буду во-первых перерегистрировать машину во-вторых перерегистрировать свои права то есть получить драйвер-лайсенс от невады и соответственно по калифорнийскому я там не могу работать даже сам убер это не разрешит читаем дальше дальше будем еще более развернуто отвечать потому что ну вопросы там будут вопросы будут конкретно опять же как вот про удостоверение но я не хочу залазить вперед вопросов поехали в общем я тут развернуто молодому человеку отвечал на все эти вопросы которые он задал которые мы сейчас проговорили следом приходит еще один ну следующее сообщение а если попробовать грузчик типа это один вопрос а если потом много документов надо не даст мне посольство визу для работы без письма компании значит что касается грузчика у будут мулинг пинге опять же чтобы вам устроиться на работу вам надо иметь легальный статус ваш легальный статус эта турвиза вы опять туда не можете устраиваться на работу то есть ваша тур виза отметает все легай вы каляне и варианты трудоустроиться то есть вы не имеете права труд ест долгосность трудоустраиваться поймите правильно STEVET pan не то что пу IF ты как-то показать dass вы тут никто и никак или что мы тут такие деловые просто не хотим в этом участвовать совершенно верно мы 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 просто ну мы просто не хотим просто сейчас очень жесткая политика насчет легализации насчет легальности работы насчет легальности иммиграции и поэтому не советом не какой-то мы вам помочь не можем не можем турвиза работать вы не можете но тем не менее дальше на убери мы остановимся потому что это интересно тем кто приедет по документам или кто здесь находится но не знает чего начать мы дальше это что-то проговорим так там было значит грузчиком подожди про грузчика ответили а если под убер много ли много документов надо и даст ли мне посольство визу для работы нет тут ответ опять же простой значит перед этим я в своем ответе молодому человеку ответил что в ответе ответил короче я написал что для того чтобы работать в убери надо много документов на самом деле это много ну как бы это и немного это буквально сделать пару шагов но я вообще не понимаю что человек имеет виду он имеет виду много российских документов я не знаю я рассматриваю что я написал сейчас я перечислю я написал что для того чтобы устроиться в убер вам надо много документов я не помню даже как там формулировал я никаких документов ну скажем так для того чтобы работать в убер самое первое вы должны иметь разрешение на работу ну легальный статус который дает разрешение на работу то есть если есть разрешение на работу значит уже какой-то статус есть то есть это не турвиза и если у вас есть разрешение на работу значит для этого чтобы пойти работать в убер вам надо реальное действующее удостоверение водительская драйвер лайсенс это самое главное вам надо иметь машину которую вы взяли в прокат или которую вы купили с регистрацией, с легальной, чтобы она прошла, ну скажем так, техосмотр это будет звучать, но техосмотр это громко связано, то есть вашу машину должны осмотреть, может она выполнять эту работу такую или нет. Это следующее. Вы должны иметь счет в банке, потому что Uber вам не будет платить кэшем, Uber платит на счет. Вы отработали неделю и в понедельник утром у вас баблосы лежат на счете, все четко, все красиво, абсолютно не так, как в РБ приходилось ждать деньги на карточку и перед этим еще просить босса положите, пожалуйста, киньте там копеечку, водительская, регистрация машины, счет в банке, разрешение на работу, еще один, еще один очень важный social security number у вас должен быть, потому что без этого номера изначально вы ни на сайте, ни в приложении Uber не сможете зарегистрировать ни себя, ни свою машину, но ничего не можете сделать, потому что это самое первое, с чего начинается, это введите свои, свой social security или последние четыре цифры, я не помню, по-моему весь надо выводить, все. И даже если это все есть, то есть вы, например, там приехали на месяц, на два и случайно имеете social security number, то есть вы были по Work and Travel, там бывают такие варианты, и человек, студент там когда-то был, и он получал social security. Класс! Приехал, быстро открыл счет, быстро взял машину в прокат, водительская у него есть даже, американская, да? Он начинает регистрироваться, и там такой вопрос, типа, этот, как этот, должен быть опыт, experience не менее одного года. Все. В смысле, вообще здесь, не считается? Вождение, да, не у вас в стране где-нибудь, а именно в Америке должен быть опыт вождения год. Все, сразу до свидос. В лифт можно пойти работать, лифт, по-моему, берет без опыта вождения, но там есть... Да, сейчас я точно не помню, я не могу сказать. Вот, если придет очень много вопросов, типа, от тех, кто живет здесь, как устроится, это мы можем решить и сделать прямо онлайн-консультацию, почитать все эти приложения, на сайте посмотреть. Ну, все, просто получается тупо, облом, приехав на месяц, на полгода, на год, вы не устроитесь ни в Uber, ни в лифт, грубо говоря, потому что вот надо вот эта куча документов, которые я назвал. Следующий вопрос, Зай, ну, здесь человек немножко о личном пишет, поэтому я зачитаю совсем кусочек, да? Меня интересует, сможете ли помочь с работой нелегально на первый раз по турбизе, и есть ли какой-нибудь выход на эту работу? Нет. Нет, однозначно нет. Во-первых, во-вторых и в-третьих, мы не сможем помочь человеку нелегально устроиться на работу. Блин, мы не наркобароны, не наркодилеры, не, блин, не какое-то бюро по трудоустройству нелегалов на работу. То есть, вы турист, вы не нелегал даже, вы турист, у вас есть туристическая вызова, но вы не можете по ней работать. И самое главное, что, в принципе, мы не можем никому помочь устроиться на работу, потому что, ну, это не наш бизнес, мы этим не занимаемся. А? Да, вот. И, понимаете, ну, это немножко звучит, как вот из советского прошлого, типа, Вася, ты там работаешь, блин, там-то, там-то, волосатая рука, блин, мохнатая нога, помоги мне устроиться на работу за, там, я не знаю, за презент, за что еще. То есть, у нас нет ни связи, ни незнакомых, ничего такого. Наша помощь может свестись только, либо к какой-то консультации по тому времени или процессу, который мы прошли сами. То есть, вот, что мы сами сделали, то мы можем пересказать, или если вы хотите повторить, там, например, какие-то наши шаги, то мы можем сказать, как сделать поочередно эти шаги, чтобы не оступиться, не лезть вперед или не стоять долго на месте, правильно? Да, да. Только по своим шагам. Только на своем. Но никому мы не можем помочь устроиться на работу, ни в Uber, никуда. Это в Uber вы устраиваетесь через приложение, через браузер, там, через сайт. Если вы хотите работать вот в магазине, в Коско, например, мы сейчас проезжаем, вы идете, значит, и подаете, там, это, как оно называется, application, в любой магазин, в любую организацию, идете на интервью, проходите сами и устраиваетесь. Мы только можем подсказать, что вот можно устроиться в магазин, можно устроиться, там, я не знаю, на склад, то есть, вот, где я проходил или где я представляю, можно устроиться. Я могу подсказать однозначно, что можно легко устроиться, в принципе, ну, как легко? Я вижу очень много объявлений, где требуются водители с водительским удостоверением на грузоперевозки на большие машины. Чем я могу туда помочь устроиться? Тем, что я знаю, где я видел эти объявления, эти большие базы, я могу туда завести. Сереж, дорогой, ну ты все равно... Но я не помогу туда устроиться, потому что вам надо будет пройти интервью. Все, я только, я же говорю, я только могу привести и показать. Ну, помочь, ну, ну, как мы можем помочь, понимаете, ну, это невозможно. Получается, на все ответили тут, поэтому, да? Другой вопрос, если сделать все официально и приехать, у вас... А, даст ли консул визу на работу? Мы не в курсе. Молодой уважаемый человек, ну, блин, честно вам скажу, ну, вы чуть-чуть почитайте интернет, посмотрите в логе. Ну, консул не дает визу на работу. Я не мастер в консульских делах, блин, мы ищем место, извините, чтобы встать и не можем, так сказать, найти... Ну, там, зайка, если тут синий дяденька. Я вон нашел, наверное, вон туда поедем, встанем. Насколько я понимаю правильно, рабочую визу не получают в консульстве. В консульстве получают туристическую визу, там, гостевую, если она сейчас так называется, или вот любую другую, но не на работу. На работу визы получают немножко по-другому. И тут я тоже не могу проконсультировать, я только могу сказать, почитайте в интернете. Насколько я понимаю, рабочую визу получают, типа, во-первых, находят работодателя, кому ты нужен... На этот вопрос не надо отвечать, мы не в курсе про это. Не, я просто хочу сказать свое визу, что находится работодатель, которому ты нужен, потом работодатель должен доказать, что такого специалиста здесь нет, подать тебе, вернее, на тебя запрос куда-то, и такие визы расхватываются, как пирожки, в каком-то месте очень быстро, за секунды. Там, помнишь, мы где-то читали? Ну, я читала, но, опять же, мы просто это читали, мы не можем это рассказывать. Не можем, не можем. Но я знаю точно, что вы не можете пойти вот в американское посольство в России или в Беларуси и сказать, я хочу ехать в Америку на работу, дайте мне визу. Консул такой, а, блин, черт, ну, конечно, ебаный. Ну, вот здесь дальше человек пишет, помочь со сдачей на водительское. Сережа может просто, допустим, сказать, что вам нужно ехать в день... Стой, Зайка, подожди, давай мы сейчас, дорогие зрители, прервемся, мы идем в Костка бизнес-центр, этот вопрос тоже надо осветить, мы не будем стоять на кусты на эти, смотреть, наверное, пойдем, сделаем дела. Потом будем ехать обратно и расскажем, чем я могу помочь, чем не могу помочь, ну, и дочитаем все эти вопросы до конца, да? Все. Не переключайтесь, продолжение через секунду. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok